Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Герои не боялись врага, барнаульцы не боятся коронавируса. Сотни людей сегодня возложили цветы к мемориалу славы. Когда даже статус «Дитя войны» бессилен. Почему 80-летняя бабушка долгие годы живет в доме без крыши? Победа в период самоизоляции. Что в этом году заменила бессмертный полк? Этот выпуск мы начнем с приятных новостей Оперштаба. На сегодняшний день из больниц выписано 176 человек. Они переболели коронавирусом. Общее же число инфицированных в Крае на этот момент 671. Плюс 20 человек за последние сутки. Из-за распространения вируса день 75-летия Великой Победы россияне отмечают тихо по-семейному. И тем не менее, к памятникам героев Великой Отечественной войны сегодня шли сотни барнаульцев. Одним из первых это сделал губернатор Края Виктор Томенко. Вместе с супругой и дочерью глава региона возложил гвоздики к мемориалу славы, вспоминая солдат, так и не вернувшихся с фронта. Дань уважения отдавали и родные погибших героев. На священное место они шли с портретами любимых. Все, дед, до следующего года. 23 июля их забирали с рабзала, уходили они эшелон. Бабушка не смогла его проводить, потому что была беременна 1 августа. Родилась моя мама. Вот 41-го года как раз дед до 44-го года прошел войну. Он погиб. Но, к сожалению, получилось так, что после боя отдыхал на привале и разорвался снаряд. Кстати, на мемориале славы было очень много пожилых людей, которые не побоялись выйти на улицу из-за пандемии. И большинство из них уверено, советским людям коронавирус не страшен. Мы граждане. И на нас маски ни за что мы не оденем. Девочки, мы не граждане. Мы люди. Человек. Человек. Это самое главное. Столько лет шла война, унесло столько много жизни. И вот это сейчас хотят все это нас, как говорится, увезти. За кабалити. Мы не верим. Мы русские. Мы русичи, русские. Мы сильные люди. Мы все выдержим. Я болезни вообще никогда с детства никакие не признавал. Никогда не лечился. Врачам я доверял только отрезать и пришить. Все. А вот с ветеранами Великой Отечественной, главными героями праздника, не поговорить. Они на строгой самоизоляции. Но нашей съемочной группе удалось навестить тех, кто помнит войну не по рассказам. Сделали мы это благодаря волонтерам всероссийской акции «Мы вместе», которые сейчас лично поздравляют ветеранов, вручая подарки. Это волонтеры. Мы можем подняться поздравить Петра Максимовича? Три пакета с овощами, сладостями бытовой химии и обязательно георгиевская ленточка. Алина – частый гость у ветеранов. 15 человек считают ее почти родной. Здравствуйте, Петр Максимович. Это вам. Петр Суботин, ему сейчас 94, конечно, мечтал встретить 75-ю годовщину Победы иначе. Говорит, всегда наблюдал вживую, как проходит парад. Но надеется, что 3 сентября великую дату все-таки отметит за пределами квартиры. А пока, хоть и на пороге, с удовольствием вспомнил 9 мая 75 лет назад. В 44-м его, молодого и перспективного, направили с фронта на учебу в Челябинск. Там и встретил ее. Победу. В руках носили, курсанты ушли бы в город. Такая всеобщая радость. А это уже другой адрес. У Надежды Георгиевны Мордовцевой мы сегодня не первые гости и не последние. Но волонтерам рады безмерно. Держите. Самое главное – здоровья вам. Всем вам низкий мой поклон. Всем спасибо, что не забываете вы нас. В свои 101 год она по-прежнему помнит все. Как сразу после школы пошли на фронт. Накинув нарядный пиджак с орденами и медалями, рассказывает, что была телефонисткой. Хотя училась на радистку. Когда мы приехали на фронт, там всего было две радиостанции. Нас 20 человек послали. Это 92-ю дивизию. Две радиостанции. Одна вообще не работала, потому что не было питания. А вторая на самой низкой мощности. Пять девчонок забрали, а остальным только на телефоны. Для нее победа наступила не 9 мая, а 24 апреля. Считает день освобождения из концлагеря еще и своим вторым днем рождения. Спустя 75 лет настроение отличное. И даже пандемия не помеха. Насколько нынче работают волонтеры, это большое вам спасибо. Такого никогда не было. Им важно не то, что есть в этих пакетах, а то, что к ним пришли, они вспомнили и сказали им добрые слова. Что чувствуешь после тяжелого, ну, ходить приходится, да, с пакетами, такого трудового дня, скажем так? Радость. Мне это счастье, правда. Я вот сейчас даже стояла у Мордовцева, Надежды Георгиевны, у меня прям слезы текли, потому что она говорит про волонтеров, какие это приятно. Всего 205 подарочных наборов развезут волонтеры в Барнауле. 440 получат ветераны в районах края. У Алины Горлова еще много работы. А это значит, ей еще не раз предстоит дарить хорошее настроение и слышать от ветеранов спасибо в свой адрес. Татьяна Голубева, Николай Шелко, День с толком. Наш следующий герой – Дитя войны. Но сейчас вместо торжества она была бы рада другому. Прочная крыша над головой. В ее доме много лет протекает кровля, но сроки ремонта постоянно переносят. Полина Жданова продолжит. Хронические болезни обострились от жизни в постоянной сырости. Людмиле Григорьевной 80, она ребенок войны. В каждой комнате ее квартиры протекает потолок. Она была бы рада ничьевствованию на параде, а помощи в ремонте. Но поддержка от государства незначительна. Конечно бы было здесь мне уютнее. Я хоть бы спала бы здесь. Спокойно бы. А теперь что вот? Ну какой сон мне? Две тысячи дали, что я это. А так никто не приходит, ничего. Одна вот, внук один и все. Помимо прохудившейся крыши, этой весной добавилась новая проблема. Рухнула часть кирпичной кладки. МЧС ничем не помогли, как и ЖЭО. А своими руками ее не заделать. Там образовалось большое пространство. И вот в это пространство, когда идут дожди, то есть в соседнюю комнату, оно полностью, ее как бы вода попадает. Внук Людмилы Григорьевны замазывает стены, но этого хватает ненадолго. Течь не перестает. С потолка льет по всему пятому этажу дома на Октябрьской 52. Капитального ремонта жильцы добиваются с 2009 года. Безрезультатно. А ЖЭО, говорят люди, постоянно переносит срок выполнения работ. Сейчас, мол, обещают назначить ремонт на 2023 год. А пока вместо помощи повышают тарифы. Разговаривала с экономистом. Она сказала, чтобы нам сделали крышу, они должны нам увеличить коэффициент оплаты. Но я почему-то решила, что коэффициент оплаты за коммуналку нам поднять и крыша – это две разные темы организации. Я бы рекомендовала обратиться в жилищную инспекцию Алтайского края, специалисты которой выйдут на место, составят соответствующий акт, выдадут предписание в отношении управляющей компании, которая будет ограничена конкретными сроками, и в данные сроки будут выполнены работы. За Людмилу Ясенчук в жилинспекцию обратились мы. Ждем ответа на запрос. А собственникам также рекомендуют обратиться в администрацию Новоалтайска в комиссию по определению ветхости жилья. Если его признают таковым, то дом либо отремонтируют в конкретный срок, либо расселят. Если не сработает ничего, дорогу у новоалтайцев только одна – в суд. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня впервые за 8 лет бессмертный полк не вышел на улицы городов и сел. Но акция все же проходит онлайн. Мария Микшута узнала, как это выглядит и популярен ли такой формат среди барнаульцев. Мой дед Николай Новиков ушел на войну в 41-м году. Тогда ему было 20 лет. Старший сержант артиллерии стрелкового полка. Командир пушки. Воевал с 41-го по 44-й год. Защищал Ленинград. Он был несколько раз тяжело ранен, но, несмотря на это, прошел всю войну и вернулся домой живым. Говорить о войне не любил. Плакал. Наверное, вспоминал весь этот ужас, который пришлось ему пережить. И таких, как он, миллионы. Живые и уже ушедшие. Но вот уже 7 лет барнаульцы вместе со своими героями шагают километры боевого пути в едином полку. В бессмертном. В юбилейном году он должен быть еще более масштабным. И будет. Но в другом формате. В этом году, в связи с пандемией коронавируса, бессмертный полк пройдет в режиме онлайн. Я решила зарегистрироваться на сайте и рассказать историю своего деда, который прошел всю войну. Процесс несложный. Нужно ввести данные вашего героя, если и есть загрузить фото. На сайте polkrf.ru уже миллион историй. Мы примем участие в бессмертном полку виртуально. Это мой дядя Николай Иванович Дюковский. Он был младшим лейтенантом и погиб в Сталинграде. Другой мой прадедушка Долина Дмитрий прошел всю войну, дошел до Берлина. Память о моих героях живет в моем сердце вечно. Я хочу рассказать вам про своего прадеда Ковалева Сергея Георгиевича, который прошел всю войну, воевал под Кёнинсбергом, был ранен, получил множество наград, по званию был старший сержант. Виртуальная колонна проходит на сайте бессмертного полка и на федеральных каналах. Героев вспоминают по всей стране, но немало и тех, для кого долг перед своим ветераном, вписанным в бессмертный полк, выше обстоятельств. Так некоторые барнаульцы все-таки прошли священные километры вместе со своими героями. Кстати, история Барнаула 20 века тесно связана с военными годами. В юбилей Победы наша съемочная группа решила показать и рассказать вам о важных пунктах на карте города и знаковых зданиях, которые были созданы из-за военных событий, чья история переплелась с войной и миром, или же получила перерождение. В Барнауле Великую Отечественную войну было 16 госпиталей. В них были солдаты, которые получили ранения на полях боевых сражений. И, конечно, не всех получалось спасти. Но вот уже позже здесь, на Волгинском кладбище, в их честь и воздвигли памятный мемориал. Белый как смерть, красный как окровавленная рана, а вокруг небольшой сосновый бор. Мемориал, простирающийся к небу, вот уже почти полвека хранит память о сотнях умерших в госпиталях. Вот одна из стел с именами погибших бойцов. Здесь, помимо русских, высеченные фамилии грузинские, украинские, еврейские, белорусские и даже немецкие фамилии. А мимо этого дома в центре города ежедневно ходят сотни человек. И мало кто обращает внимание на памятную табличку с надписью. Здесь жил герой Советского Союза Владимир Ефимович Смирнов. Дом этот довоенный, но стоит до сих пор здесь, насколько я знаю, живут люди. Вообще, конечно, было очень много споров и продолжаются споры о том, был ли этот знаменитый подвиг Матросова. Потому что сложно себе представить, что человек бросается на крупнокалиберный пулемет. Тем не менее, есть огромное количество воспоминаний, что 500 примерно красноармейцев в той или иной форме, в том или ином виде как раз сделали нечто подобное. То есть, это не был какой-то единичный подвиг. И вот наш земляк, Владимир Смирнов, был одним из тех, был совсем юным парнишкой, который, ну, мы теперь уже не узнаем, понимал он, не понимал, что его ждет гибель. Но он точно понимал, что если он не сделает, а в его ситуации выяснилось, что пулеметчик находится с фланга от его подразделения, если бы Смирнов не сориентировался достаточно быстро и каким-то образом не обезвредил этого пулеметчика, но сам при этом погиб, то и все подразделение бы, скорее всего, там бы и полегло. Это политехнический вуз. Военные годы на территории университета тоже проходили учения. Правда, преподаватели не читали лекции за кафедрой, а студенты не сидели за партами. Роща напротив политехнического вуза. Сегодня это место притяжения для красивых фотографий и отдыха. В годы войны здесь проходили военные учения. Гражданское население учили рыть окопы. Барнаульская филармония. В годы войны в этих стенах тоже звучала музыка. Сюда приезжали столичные знаменитости, которые делились мастерством с нашими артистами. И алтайская культура переживала своеобразную революцию. Более двух лет москвичи ставили свои спектакли на сцене нашей филармонии. В частности, здесь был поставлен спектакль по пьесе Константина Георгиевича Паустовского «Дым Отечества». Сюда приезжал с гастролями Леонид Утесов, который выступал на сцене не филармонии, а на сцене Центрального парка. В целом, конечно, культура нашего города казалось бы, вот суровая военная година, когда все для фронта, все для победы, какая культура, какие концерты, какие песни, но культура получила огромный толчок к развитию и даже вот филармония Алтайского края, которая сейчас занимает это здание, она же ведь тоже дитя войны. Она появилась в 1944 году. Завод «Трансмаш» в годы войны, к нам его эвакуировали из Харькова и Сталинграда. Конечно, тогда он так не выглядел, это были обычные постройки, а станки стояли прямо на земле. В полевых условиях изготавливали детали для знаменитого Т-34. Из-под станков вышло больше 10 тысяч танковых двигателей, а значит, каждый пятый дизель советских боевых машин был изготовлен на Алтае. Завод и сейчас производит оборонную продукцию. А меланжевый комбинат, который в годы войны одел сотни тысяч солдат, продолжает шить униформу. В целом же Великая Отечественная подняла промышленность региона на новый уровень. Некоторые предприятия работают и по сей день, но хорошо бы, если в следующий раз мощное развитие края и в промышленном и культурном плане произойдет в мирное время. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Традиционную полевую кухню в Барнаульце сегодня не попробовали, но узнать, как она работала во время войны и как на фронте показывала себя другая техника горожане смогли. Слово Никите Ромакову. Это у нас кипятильник переносной ПНК-2. Преподаватели военно-учебного центра технического университета показывают образцы полевых кухонь. Они самые разные по размерам и назначению. Вот, например, КП-20. Она без колес передвигается на ручной тяге. Можно было даже взять четыре солдата, четыре военнослужащих с двух сторон по два для того, чтобы грузить ее на технику и убытие в полевой район. А это техника современная. КП-130. КП-полевая кухня. 130 тоже цифра не случайная. Это количество человек, которые она может прокормить за один прием пищи. Все как в ресторане. Первое, второе и компот. Это внук той самой КП-41, которая в период войны кормила наших солдат. Сейчас их топят дизелем. Но какой дизель в войну? Топили дровами. Со слов нашего земляка Аполлона Григорьевича Зарубина, полевая кухня для солдата всегда была как праздник. Бывало голодно, но это когда кухня отстает. А так, за каждой батареей полевая кухня закреплена. Так что кормили нормально. Но бывало тылы отставали. Бывало, что и мы курочек подстреливали и другую живность. А если немецкий склад найдешь, не запрещалось консервы брать или еще что. А дедушки этих красавцев-богатырей были главными противниками врага. Конечно, после пехоты. Данная машина базовая танк Т-72. Значит, разработан он Уралвагонзаводом, который конструкторское бюро, которое находится в городе Нижний Тагил. Данная машина выходила вслед за танком Т-64 Харьковского завода имени Малышева. Ну, как альтернативный вариант, что ли. Победили весной, но танк использовали в разное время года. На этом уже современном танке стоит предпусковой подогреватель. С его помощью можно запустить танк в зиму. Ну, а на старых моделях, например, Т-34, такого не было. Копали яму, заливали ее топливом и поджигали. На каждый танк выдавали по 10 подкалиберных снарядов. Это снаряд коммунитивного действия, он буквально прожигал броню. Но беда была в том, что снаряд легкий по весу и прямой выстрел был равен 400 метрам. На этом расстоянии тигры поражались. Но подойти к тигру на 400 метров было практически невозможно. Всего на сковородке политеха ежегодно выставляют около 20 единиц военной атрибутики и техники. Но этот май стал исключением. Однако, увидеть экспонаты вновь можно будет 3 сентября. Напомним, президент страны подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны именно на этот день. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком. Вместо таких экспозиций на улицах города можно было увидеть другие. Варнобильские автомобилисты отдали дань памяти погибшим на войне. Валентина Аскерова расскажет, как это было. Это мои два дядюшки родные. С той стороны у меня еще папа есть. Вот они, два брата. Все, конечно, уже все старенькие, давным-давно померли. Отец у меня с 7-го года, он начался в финскую войну. Он даже фотография там у него такая, посмотрите, какая у него фотография. Буденовки еще. Вот он, трех мой. Шевченко Семен Михайлович. Георгиевская лента, военный головной убор, транспаранты с портретами отцов и прадедов. Так, десятки автомобилистов сегодня решили восстановить справедливость и отдать дань памяти предкам. Это акция такая, показать, что мы есть, что мы помним о героях войны и что мы причастны к этому памяти. Это наше все. Он прошел японскую войну, а дядя Саша прошел значит, великоотечественную и с японцами воевал. День рождения – это ерунда, это баловство, грубо говоря. Там свадьба тоже это ерунда, это пожизненно такая. Все, а так, самый великий праздник, самый-самый хороший. Получасовые сборы и вперед! Участники автопробега уже стартанули и вот они сейчас выезжают к Ленинскому проспекту и уже образовалась такая приличная пробка. Кстати, эту акцию автомобилисты проводят не впервые и собираются повторить это автошествие еще не раз. Конечный пункт всегда один – мемориал славы и гвоздики как символ победы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин День с толком И этот пробег был сегодня не один. К символической акции памяти присоединилась авиация. Несколько самолетов пролетели над главными проспектами Барнаула. В акции приняли участие команда авиаторов «Лидер» и пилотажная группа «Открытое небо». В это же время в другой части города колонной проехал расчет пожарных машин. В нем, кстати, были и исторические модели техники. И все это под военные песни. А в середине дня прошла еще одна на этот раз всероссийская акция с участием техники. Миллионы автомобилистов, машинисты дорожных путей и кораблей по всей России сегодня объединяются, чтобы зазвучать в унисон. Это акция «Гудок Победы». Медленно едем по городу, чтобы все чувствовали, чтобы все это видели. Если честно, когда говорю об этом празднике, у меня слезы на глаза наворачиваются. Поэтому, ну, хотя бы так. Я во всех акциях, которые связаны с Днем Победы, участвую. Участвуют и сегодня. Несмотря на отмену официальных мероприятий, праздник люди создают сами, запевая любимые песни. Я просто решила своих дедов провести. Дедушка нашел до Польши, бабушка Прибалтийский фронт. День Победы, наш общий российский праздник, наши деды, Мы сегодня не могли не выйти. А мы дома все сидим. С нами весь бессмертный полк. Все ребята с нами. Праздник духа, праздник духа нашего. Да, сегодня нет митингов и торжественных парадов, но этот звук в очередной раз доказывает, что никто не забыт и ничто не забыто. Никита Ермаков, Александр Андропов, День с толком. В Барнаульце присоединились и к всероссийской акции «Окна Победа». К 9 мая жители города украсили свои окна яркими рисунками, георгиевскими лентами и красными звездами. Некоторые поставили на подоконник портреты своих героев. Подробнее в сюжете. Несколько лет подряд отсюда в Барнауле стартовала акция «Бессмертный полк». В прошлом году только в Кривостолице более 48 тысяч человек прошли с портретами своих героев по Ленинскому проспекту. В этом году Ленинский проспект даже не перекрыт по понятным причинам, но мы можем увидеть героев войны в окнах Победы. Акция «Окна Победы» это своего рода замена Бессмертному полку и способ сказать спасибо ветеранам войны. Накануне по всей стране люди начали украшать свои окна символами Великой Победы. Георгиевскими лентами, звездами, рисунками кто-то ставит портреты своих героев. Конечно, хотелось бы праздника и желательно, чтобы он состоялся. Пусть позднее, но будет. На подоконнике Людмилы Васильевны ее герои мама и папа. Отец Людмилы Васильевны Василий Трофимович Бушмакин до войны служил в армии три года. Но вместо дембеля пошел на войну. Служил танкистом, получил три медали за отвагу. Почти 30 лет назад его не стало. Людмила Васильевна говорит, что отец не любил говорить о войне. У него внук, вот Миша, мой сын, он, значит, тоже у деда все время спрашивал. Но он говорил, что мне не хочется рассказывать про войну, потому что ну, было очень, как он говорил, сложно. Зато теперь в семье бережно хранят медали деда, а самые маленькие даже носят. Ну, вообще, она тут вот ходила, да, ну, конечно, по квартире, не на улицу же она выходила в этой ковте. А здесь, ну, просто ей нацепили, ей так хотелось. Ну, тяжело было, она маленькая была. Окна Победы наша съемочная группа увидела на десятках квартир барнаульцев. Возможно, эта акция будет жить и в те времена, когда 9 мая можно будет отметить, как и раньше, громко и с размахом. Герои войны обычные солдаты жертвовали собой ради мирного неба над головой. Теперь и мы можем спасти тысячи жизней. Правда, для этого стоит лишь на какое-то время остаться дома. Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. С праздником Великой Победы! До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!